Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Эксегет поступил следующий вопрос. Осуждая других людей, а себя считая всегда правым, как назвать этот грех на исповедь? На самом деле у нас не стоит задачи, как-то лаконично батюшка торопится, давай-давай-давай быстрее, и поэтому мы стараемся вместо того, чтобы пояснить ситуацию, что-то выдать одним словом или фразой, или словосочетанием. Если есть какая-то спешка, если какой-то большой праздник, то просто надо взять благословение на причастие и уже исповедоваться в другое время, на вечерней службе, в будний день, отдельно попросить священника уделить время вне богослужения, чтобы спокойно покаяться, разобрать какую-то ситуацию, которая тяготит свою душу. Поэтому в данном случае не надо гнаться тут за лаконичностью. Однако в этом вопросе есть и более глубокий смысл, практический, потому что когда ты смотришь ситуацию, и в ней есть некоторые сопутствующие вещи, а есть некоторая суть. Вот как тоже заноза попадает, и, в принципе, вокруг гной собирается, его можно, конечно, выдавливать, как-то промывать, но пока ты занозу не убрал, организм будет вырабатывать снова вот эти белые кровяные тельца для того, чтобы инородный элемент окружить. И тебе надо занозу вытянуть. И вот как раз об этой занозе мы и постараемся поговорить, потому что тут заноза не одна, а тут заноз несколько. Прежде всего мы помним, Господь говорит, не судите и не судимы будете. Но мне бы хотелось даже вслед за апостолом Павлом к его размышлению об этих словах Христа, которые он адресовал римлянам, жителям столичного города, прочитать. Итак, вторая глава послания к римлянам, самый первый стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь тоже». Господь сказал более лаконично, я вроде апостол Павел такой подробный стих сделал. Но тоже кому адресат? Римляне. Рим в античной цивилизации — это вот бастион юридизма, бастион права, бастион суда, в том числе в поиске некоторой справедливости на фоне более отвлеченных, более пусть и глубоких и возвышенных греческих философских поисков. И так вот апостол Павел просто на пальцах разбирает, почему не надо судить и почему ты будешь осужден. Ты себе, правда, находишь аргумент, по которому ты на страшном суде будешь судиться. Здесь, соответственно, ты берешь и начинаешь судить другого, и это просто грех, который можно назвать осуждением. А, конечно, вот кажется до ней, это я не хочу никого осуждать, это я просто прав, а вот люди не правы, поэтому я не из-за них, я о них не думаю, какие они плохие, я просто от своей точки зрения отчитываю. Нет, увы, именно ты другому человеку вредишь. Либо вредишь своей мыслью, либо своим словом, либо делом, когда ты его осуждаешь. Остановись, остановись — это действительно вот одна из двух заносов. А вторая заноса — это как раз тоже, недаром кому апостол Павел так специально разбирает эти слова в послании к римлянам, к римлянам, то есть жителям столичного города, которые считают все, ну, тоже уже лучше всех, завоевали пол цивилизованного мира, да, уж тем более теплого и плодородного не берем, какие-то там жаркие пустыни или холодные северные леса. И что, конечно, тут очень важно с римлянами в плане гордости было побеседовать апостолам. И вот второй грех — это именно гордость, потому что ты, если считаешь себя все время правом автоматически, то ты, по сути, себя считаешь, ну, безгрешным, не допускаешь себе права на ошибку. Безгрешен только Бог. Вспомним, кто считал себя, не будучи безгрешным, таким же, как Бог безгрешен. Деница, предводитель ангельского воинства, который стал сатаной, был низвержен с неба, и своей гордостью, и души людей пытается заразить. Именно поэтому мы берем, и помимо того, что просто мы другого человека осуждаем, должны прежде всего, вот покаявшись в этом осуждении, покаяться и в гордости. Потому что гордость, она как раз нашу душу и разъедает, и мы из-за этой гордости не сможем никогда осуждение победить. Она у нас просто автоматически, как некоторая реакция нашей души, нездоровая реакция, будет вырабатываться. А если мы вместо гордости, уже раскаившись, проявим смирение, посмотрим недостаток именно в каком-то своем суждении, то уже и с осуждением другого человека мы либо справимся, либо мы поймем, что да, человек другой неправ, но одновременно будем держать в голове, что и я сам неправ. Вспомним слова Спасителя, как бы и слова апостола Павла, который поясняет, что уже тоже под осуждение можно попасть, и подумаешь, не, Господи, не буду этого человека осуждать, чтобы и ты меня, уже отвергнувшую гордость и разглядевшего себе недостаток, тоже не осудил.